Здравствуйте, уважаемые книголюбы! Добрый день! Начинается программа «Переплёт» в студии Михаил Губин. Олег Пека. Мы стараемся в своей программе вас ориентировать в океане книжной продукции, говорим о новинках книжных. И всегда очень приятно, когда мы можем представить наших авторов книги, которые изданы у нас в стране, и, собственно, познакомить вас с очень интересными людьми. И тут сегодня наш гость интересен двойне, потому что он написал и издал уже четыре книги, причём издаёт их сам, и мы поговорим обязательно, что сподвигло, каким образом это всё началось, чего началось. И это очень интересный пример того, как человек может сохранить, мне кажется, какую-то память о судьбах других людей, рассказать невероятные совершенно истории, которые могли бы быть забытыми, и могли бы куда-то просто исчезнуть, раствориться в огромном океане истории. И, тем не менее, вот это всё осталось на бумаге зафиксировано. У нас сегодня в гостях краевед и писатель Иван Сарцов. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Иван Петрович приехал к нам из Юлопа, за что мы им очень благодарны. Всё-таки это очень далеко, что это, считай, самая крайняя точка уже на восточной границе. И у вас уже пять книг издано, четыре книги издано, и пятая сейчас у нас написана. Пятая уже напечатана, всё только не хватает средств издать её. Потому что издаёте вы книги на свои собственные средства. Ну, я не профессионал писатель, я, как сказать, любитель. Ну, и так вот занимаюсь этим делом. А как же получилось? Вы же вот работали землеустроителем, работали дорожным мастером. И вот почему вы решили написать самую первую свою книгу «История города Зилопа»? Я надеялся, что юбилеи, три юбилея продвигались вот-вот. И я надеялся, что кто-то отзовётся из Старожилов, напишет Дума о том, что вот праздники города продвигаются, юбилеи, понимаете, что-то так вот осветить эти события к юбилею. Ну, однако, молчок, никто ничего не вспоминает. Решил, думаю, я напишу статейку хотя бы в газету местную. Вот. И пошёл в библиотеку, стал там искать материал местной печати. Вот. Находил интересные там статьи, вспоминания старожилов. Вот. Я так как начал собирать материал, меня как-то больше изинтересовало самого. И когда я собрал материал, уже хотел написать в газету, а мне работники библиотеки говорят, слушай, ты столько материала собрал. Говорят, тут книгу можно написать. Да. Давай, говорит, попробуй книгу написать. Ну, я так подумал, думаю, а чего попробуем? А вы до этого не занимались ни журналистикой, ничего? Не занимался. Не занимался. Вот это вот первый раз, и первая книга. Тоже меня, так как сказать, настроили на это дело. А вы же вот всё-таки... А почему книга на лыточком языке? А остальные все на русском? Ну, на русском никто не препятствовал мне, кроме вот, как я говорил, одной вот этой женщине, с которой я обратился. за помощью. Она знала, что я книгу перепишу на латышском языке. На русском языке. Она, значит, просто... Советовала вам писать на латышском? Да, писать на латышском языке, и уговорила председателя Думы, чтобы я писал на латышском языке. Ну, и получилось к юбилею эту книгу издать? К юбилею, в смысле? К юбилею. Так вот, к юбилею, значит, когда я обратился к председателю Думы за помощью, он узнал, что книгу я пишу, и он, значит, был настроен, чтобы к юбилею, к 70-летию города Зылупы была книга. Я говорю, так она ещё не закончена, ничего, что написано, пусть что будет. Да. А месяц остаётся до юбилея. То есть это практически Достоевский даже, по-моему, не писал в таких темпах свои книги. Да, ну вот, что получилось. Так, издательство не взяли, звонили там в Резыкне, те не взяли за месяц книгу издать. Вот, председатель там нашёл своего знакомого друга типографии Ли Тассе. И при больших спорах, при больших просьбах, там, убеждениях, понимаешь, он этому заведующему этой типографии все золотые горы обещал, чтобы только была книга к юбилею готова. Ну, говорили. Вот, пусть приезжает автор, привозит рукопись, а рукопись ещё не напечатана на компьютере. Вот этот заведующий звонит кому-то. Слушай, нужно срочно отпечатать на компьютере книгу. А на каком языке? На латысском. О, нет, на латысском я не буду браться. Второму позвонил. Тот, я занят, говорит, не могу, за месяц я, говорит, не могу. Отказались. Потом звонит одной женщины, да, та, как раз в декретном отпуске. Вот он её начал уговаривать, она, не могу, не могу, не буду, ну, ладно, мы приедем сейчас к тебе с автором. Приехали, ну, как-то уговорил её. Начал она печатать на компьютере, на квартире у себя. Вот, я остался в Риге, чтобы, если договорились неясные вопросы, я буду ей звонить, она будет мне звонить, и чтобы так улазить это дело. Ну, какие там не были, были неясные вопросы, она мне звонила, я пару раз приехал, потом говорит, да, всё ясно, ты можешь не приезжать. да, потом я приехал ещё раз к одному вопросу и стал смотреть это, то, что она на компьютере написала, смотрю, ё-моё, и то неправильно, и то неправильно, оказывается, она не латышка, и, ну, нет у неё такого смысла латышского, понимаете, она, как написано, так она слово напечатает и пошла дальше, без всякого смысла. Ну, это же, да, теперь время идёт, печатает, а дней всё меньше, меньше, я смотрю, ошибки есть, я говорю, вы обязательно эту книгу дайте редактору отредактировать, вот, иначе, я говорю, здесь ошибки есть, да, да, редактор есть, редактор сделает, проверит, всё, не беспокойтесь, вот, я этому Вадиму несколько раз звонил, что обязательно редактор был, там, я смотрел ошибок, много, а время вот уже остаётся, остаётся пять дней до издательства, до юбилея, а она только кончает печатать. Ну, как они там сделали макет, как эту книгу, они не позвонили, чтобы я провозил деньги, приезжал за книгой. В субботу был юбилей, в пятницу я поехал, эту упаковку книг взял, провожу в Зылупе, а уже в субботу в девяносто часов презентация книги. Такими темпами? Такими темпами, я даже не успел просмотреть, понимаешь, всё, ну, прошла презентация, всё хорошо, радостно, стал я кому-то дарить, кому-то продавать эту книгу, а вечером в шесть часов уже праздник, юбилей города в Доме культуры. Ну, председатель взял от меня энное количество книг и на торжественном кого поздравляют, там, и дарут книгу о истории города Зылупе. А ко мне подходят некоторые и говорят, Иван, что ж ты там написал у книги? И там же ошибок говорит, ай-яй-яй, сколько, уже успели кто-то поинтересоваться, когда пробрели после презентации, вот, да, я так это сомнился, думаю, так сам как-то посмотрел, стал смущаться. То есть не было там никакого... Редактора. Редактора не было, да, никакого? Не было, и главное, я когда приехал за книгами, да, мне этот Вадим даёт этот, чек, вот, 50 лет оплочено редактору за редактирование. Ну, я думаю, ну, оплочено, значит, отредактирована книга. Да. Вот. А вы не думаете как-то её пересдавать, исправлять? Потому что 13 лет уже прошло, ведь можно и продолжить историю Зилопы. Ну, я теперь продолжаю пятой книге. Вот это, именно, да? более полном объёме, потому что я пока писал вот эти свои четыре книги, и я собрал много материала в городе вообще, и вот решил стать. А на русском языке это будет? На русском. На русском, да? Да. У нас в гостях краевед Зилопы Иван Петрович Сердцов. Звоните нам. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Сама по себе вот очень интересная история того, как издаётся, как составляется книга. Какая была второй? Вот, ну, хорошо, вот был юбилей, был повод, но ведь что случилось дальше, почему вы начали рассказывать историю своей семьи, историю еврейской общины города Зилопы? Да, но я ещё немножко хочу вот с этой закончить, да. Ну, и исправили, там было около 400 с лишним ошибок. Ой, ничего себе. 80 страничек такой небольшой. Ну, пошёл я к председателю, говорю, вот что, поспешили, людей насмешили. И аутору моральное и материальное. Да. Да, ну, стал председателем звонить, там они и переругались, и, мол, аутор в суд будет подавать за вас. Вот. Ну, как-то мы спорили, пересдать книгу бесплатно. Ну, пересдали. Пересдали, ну, тоже ошибки есть. Так что я первой книгой говорю, так мне неудачно получилось. Неудачный опыт, вы считаете? Да, хотя отзывы есть, что вот, мол, там пишут, что Сырцов не писатель, он строитель, а вот написал книгу «История города Зылупы», хотя собран материал, есть, ну, до него никто не решился написать историю. Вот. Ну, это так первый, как говорится, первый блинком. А вторая какая книга? Вторая книга была «Мы прошли дорогами страданий». Эта книга началась с того, что в 2002 году Зылупская городская дума собрала, организовала встречу репрессированных на станции Зылупы, вот, у вокзала, на том месте, с которого вывозили людей на запад и на восток. Ну, и при встрече одна учительница и так напомнила, говорит, нам, говорит, какой-то просто позор есть, что мы знаем только тех людей, которые пострадали в репрессиях, которые стоят перед нами, которые живые, но мы не знаем же тех людей, которые страдали, но мы их сейчас просто не знаем. Вот, интересно, говорит, было бы установить память всех тех, которые пострадали и написать книгу. Ну, тут все книгу написали, ну, поручим Масарцову, у него опыт какой-то есть. Ну, я тоже был так заинтересован, потому что я сам в концлагере был с всей семьей в 43-м году везен в Саласпилс, сам знаю там о чем написать, вот, и решил написать не только там, скажем, кто-то пострадал при немецкой оккупации, которых вывозили в концлагера на пронзительные работы в Германию, ну, и тех, которые вот 14 июня 41-го года были вывезены в Сибирь и в 49-м году, 25-го марта, объединить, так сказать, в одну книгу. Вот, ну, как писалось, писал и одновременно собирал материал по властям, по городам, вот, и когда я обратился за помощью в райсовет, мне там сказали, ну, вам нужно эту книгу показать экспертной комиссии, что там написано и что есть в этой книге, вот, и создали комиссию, как я называю, экспертную, в составе пять человек. Я должен был вот эту книгу, свою рукопись, уже напечатанная была, простудировать, рассказать, что, содержание этой книги. Ну, все, конечно, там, поддержали меня, только было одно предложение, что, ну, вы только пишете о Зылупе, со станции Зылупе, которых вывозили, а интересно было бы всего Лудзинского района хватить. Вот, вот это дополнение было. Но здесь вот интересный появился момент, мне кажется, такой устной истории, потому что здесь есть документы, которые публикуются, и публикуются воспоминания, рассказы людей, которые прошли историю. Вы сами с ними встречались, вы с ними записывали все это. Записывал, все записывал, и они сами писали воспоминания, подробно так все описывали. Вот, я встречался, да, с каждым. А получалось, что вы за ними записывали, или они сами, ну, вот, писали, потому что здесь... Ну, кто не мог, скажем, сам написать, так, я беседую, интервью брал, записывал, сам записывал. Потому что я вижу, здесь есть и такие достаточно в этих воспоминаниях, ну, литература, у кого-то очень-то достаточно такие сухие, то есть, ну, вот, в основном такая информация родился, жил, ну, здесь вот какие-то анкетные такие данные, а в других случаях здесь есть и уже такие зарисовки очень достаточно с подробностями, с такими достаточно шокирующими деталями ужасов, вот, сало спился. Здесь получалось, что, ну, вот вы как бы в беседах удавалось чуть больше узнать, чем человек, может быть, просто сухо бы написал. Да, и узнавал, там было кое-где в газетах были заметки, да, такие вот, ну, оттуда взял то, что, скажем, не было вспоминаний у кого-то, вот, а там сало спился. Иван Петрович, а вы сами-то как попали сало спился? Ну, как попал? Вы же, ну, ребенком были, да. 14 лет было. За что, собственно, вот за 14-летнего ребенка? Ну, нас всю семью забрали. Вот, я помню, осень, это 25 августа было, это было просто по распоряжению Далгупилского комиссара немецкого, такое распоряжение, чтобы, ну, произвести арест и отправить на другое место жительства как политически неблагонадежных. Вот. Ну, и, видимо, мой отец работал в 40-м году при советской власти старостом в области, и, видимо, вот поэтому нас всей семьей вывезли в концлагерь сало спился. Все хозяйство осталось, там тетушка досмотрела, мне там пришлось пробыть с 25 августа по 20 декабря, хватит всего, и благодаря там школы, родительскому совету, которые настояли и стали требовать волосное право, чтобы детей вернули на родину, чтобы они посещали школу, иначе там много школьников не хватало. Вот. Ну, и одна женщина приехала за нами, забрала и приехали домой. Вот сейчас ведутся такие споры исторические, что такое был Салатспилос, трудовой лагерь был, или там лагерь смерти, или там это, или это латвийский Освенцев, как его называют. Вот вы, как там человек побывавший, что вы можете сказать? Ну, я никак не скажу, что он трудовой воспитательный лагерь, там просто было издевательство, и голод был, и холод был, и людей гоняли, ну, там женщин, женщин, я помню, был барак такой, там солома была, и их заставляли плести соломенные такие, как их, клеточки, и из них делали лапти соломенные немцам, которые зимой надевали на сапоги, чтобы валенок, видимо, не было, не хватало, так вот эти соломенные лапти надевали на сапоги для согревания ног. много женщин гоняли туда на работу, мужчин там на другую работу, где-то дрова заготавливали, где-то там куда-то еще гоняли на работу, вот. А детей? А детей так вот оставались баряки одни, которые там были такие уже до двух лет, там один годик их отдельно в барак, и в этом бараке были нары, там солома, и вот они ползали там, и все свои дела делали, вот все такие грязные были, ну, пронесут их там чем-то покормить, многие умирали, вот, из голода завелась там болезнь, от болезни убирали, я помню, вот идет фельдшер, а ребятишки бегают в бараке, вот он кого понравится раз термометр под мышку, о, у вас температура большая, детский барак, так вот я помню, матери даже некоторые падали без сознания, понимаете, вот и одного ребенка забрали, второго забрали там ребенка, и очень такие были трагические переживания, вот, и питание там было, ну, ужасное, там, это... мы продолжим программу переплет, я напомню, что сегодня у нас в гостях краевед, писатель Зилупе Иван Сарцов, сразу же после коротких новостей. Продолжается программа переплет, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях краевед Зилупе Иван Петрович Сарцов, автор четырех книг, и пятая уже написана, пока ждет издателя, и мы вот остановились на книге «Мы прошли дорогами страданий», где были собраны воспоминания, в частности, вот и узников Савлоспилского лагеря. И самого Ивана Петровича тоже там воспоминания есть. А как же, вот если мы говорили, получилось так, что мы говорили о том, что вы сейчас имеете статус репрессированного, да, и тот же такой статус репрессированного имеют бывшие национальные партизаны, там, бывшие легионеры, некоторые из которых мы знаем, служили в охране концлагеря Савлоспилс. И получается, что у вас одинаково совершенно статус одного и того же пострадавшего. И у вас, которые были узники концлагеря, и у тех, кто вас охранял. Да, так оно получилось. Вот, сперва, еще до 90-го года отдел социального обеспечения собирал материал, а тех репрессированных, кто пострадал при немцах, кто был в Германии вывезен, концлагерь, Савлоспилс и другие концлагера. Вот. И были проравнены к участникам Великой Отечественной войны, эти малолетние узники. И пользовались мы правами, как вот участник Великой Отечественной войны. И было выдано удостоверение зеленое, зеленое такое. Вот. Когда стала независимость после 90-х годов, вот стали нас, как сказать, объединять как политически репрессированы всех тех, кто страдал, и всех тех, которые охраняли этих вот мирных, высланных концлагерах людей или там куда-то. Вот. Так получилось. Сейчас мы на одинаковых правах. Но здесь вообще очень такие душераздирающие факты приводятся, и о том, что женщин, ну вот, когда гнали в баню, там, заставляли раздеваться, и там практически, ну, унижали и оскорбляли мужчины, вот, ну, которые охранники, то, что, ну, расстреливали, убивали, вот, практически каждый день партизан, тех, кто пытался бежать, красноармейцев, то есть, их держали перед этим в карцере, в таких нечеловеческих условиях, где просто человек не мог даже разогнуться. То есть, вот это все на ваших глазах происходило. Там еще было вот такие, мы были как неблагонадежные, семьями вывезены, да, а были как, сказать, как какие-то преступники. считали тогда, вот. Помню, загоняя, прогнали в концлагерь группу людей в немецкой форме, и рядом тоже солдаты немецкой формы с автоматами, и вот их прогнали в концлагерь с Аллоспилс, там один барак был, коптерка такая, их знали, загнали туда, перодели в робу, и они отдельно считались над ним, ну, издевались буквально, вот, и такой был, если кто-то нарушил режим какой-то, или кто-то попытался бежать, таких наказывали так вот, две доски вешали, спереди, сзади, тут на проволоке связан, написано беглец, и вот их вешером гоняли на прогулку, гултес, целтес, гултес, целтес, бегом вот их гоняли. Это дезертиры были, получается? Дезертиры, да, были, вот дезертиры были. Ну, и некоторые, вот, не так падать как-то, а как гултес, так ты должен всем телом был падать, подниматься и опять падать, вот так, и ползти, и все, в общем, это было ужасно. Нас как-то вот, ну, может, мы как дети там над нами там не на работу гоняли, не издевались, ну, если уже, скажем, детский барак попал, то там уже не поздоровится, как говорят. Вот у нас не так мало времени осталось. Я хочу спросить про вашу, на мой взгляд, самую такую книгу поразительную. Вот читать ее очень тяжело, «Они жили рядом с нами» это очерки истории еврейской общины города Зилопа и Зилопского края, где вы прослеживаете судьбы, ну, по-моему, даже всех вот евреев, которые жили до войны в Зилопе, Зилопском крае и что с ними стало. Почему вы решили обратиться к этой теме? Я решил, потому что работал я уже, будучи на пенсии, когда стала земельная реформа, меня прогласили в Думу работать землестроителем, а потом я работал председателем земельной комиссии и много встречался с евреями, которые приезжали с разных даже стран и с Риги, и с других городов восстановить свою собственность. В город Зилоп приезжали и провозили они разные документы, доказательства, год рождения и свидетельства о браке, вот, и интересно с ними было поговорить, они рассказывали, как жили при Латвии, как они живы остались, они эвакуировались в Россию, когда немцы уже подходили к Зилопе, вот, кто эвакуировался, тот жив остался, кто остался в Зилопе, тех расстреляли всех. И меня что смущало, по переписи населения 35-го года в Зилопе числилось 1566 жителей, по национальности 471 еврей, 470 латышей, это третья часть населения города, и не осталось в городе ни одного еврея, где они делись? исчезла как нация, почему она исчезла, и что с ней стало с этой нацией? Вот меня интересовался вопрос, и потом у меня было много адресов вот этих евреев, которые приезжали, ну и свидетели были, там местные жители, я начал интересоваться, писать этот материал, вот, уже было написано половина, может больше было написано, и у нас в Зылупе живет, в Резекне работает журналист, такой Виктор Матюшенок, он работает панорамой Резекне, он написал в газету статью, что в Зылупе вот такой Сарцов пишет книгу о еврейской общине города Зылупе, и фотография от учащихся еврейской школы 37-го года, на этой, у этой статьи помещена, и в эту газету на Узылупе получают, но в Резекне тем более, и там председатель еврейской общины получил эту газету, прочитала, и выставила в Германию своему родственнику, такой Борис Авербух, он житель Зылупе, и тот, когда увидал эту газету и фотографию, и на фотографии знал себе, там, наверное, ему, может, лет 10, он 30-го года, ну, лет 7-8 так ему было, и его это заинтересовало, понимаете, и он решил встретиться со мной, вот, из Германии приехал в 67-м году, ну, и вот я показал материал ему, рассказал, мы разбеседовались, он говорит, да-да-да, тут все так, все вот так, а вот тут не так, вот тут было так, я хорошо помню, и оказывается, что он, настолько у него память, что он знал каждую семью еврейскую, состав семьи, какие кто-то был, и на какой улице номер дома, понимаете, это просто удивительно было, вот, ну, и вот он, значит, решил мне помочь, попросил список, перепись населения города Зайлупе, у меня было выбрано еврейское население отдельно, в этом списке было фамилия глава семьи, да, члена семьи, все члены семьи и год рождения каждому, вот, место жительства, улица, номер дома, и чем занимались, то там шейная мастерская, сапожная мастерская, ну, в общем, чем занимались, торговали, какой магазин был, и я ему дал этот список, перепись вот всех этих евреев Зайлупских, он так разобрался, еще больше его заинтересовало, понимаете, он каждую семью приштудировал, если где не ясно что-то, знает у него друг в Америке живет, звонит туда, слушай, а как вот там с этой семьей, какая судьба, вот, где они сейчас, нет, так звонит в Израиль, там интересуется, и он вот по этому списку прослал мне объяснение каждой судьбы еврейской семьи, вот, кто жив остался, кто погиб на фронте, кто в эвакуации погиб, все вот так вот. Но ее сейчас еще можно где-то достать, эту книгу? Ну, книга у меня там две штуки, эту я вам оставлю. А скажите, все-таки вот так ее читать довольно страшно, а почему все-таки вот самый такой момент, почему люди погибали, что они не верили? А вот у вас самозаписан такой диалог, когда говорит крестьянка, что вот уезжай, там, я знаю, мне могут, ну, я знаю, что они будут, что немцы убивают евреев, а в ответ ей говорят, ты дура, я, почему нас будут немцы убивать, я не коммунист, я не преступник, и поэтому оставались. Это было, это не в городе, километров 7 от города в одной деревне жила семья еврейская, вот, Ляховская фамилия, ну, они жили там небогато, и когда пришли немцы, там, стали предупреждать, а, уже подходили, да, что говорят немцы, евреев уничтожают, понимаете, там, в Европе, в Польше, вот уже сюда надвигаются, значит, и когда уже немцы подходили к Зылупе, надо было эвакуироваться, ну, такой, как эвакуация, не было, и никто ей не руководил, ничего, сами бежали, так, кто куда, в какую сторону, в неизвестность, ну, и там соседка предупредила, говорит, слушай, это, Итик и Бенус, два брата были, говорит, вы молодые, говорит, вот, эвакуируются люди, уходят от немцев в Россию, и говорит, и вам надо было, ну, они так смутились, да что мы, мы же мирные жители, мы ничего, ни в какой политике не были, кто нас потронет, понимаете, он, в семнадцатом году немцы были, они культурно с нами обращались, не поверили, и остались, ну, дома они не жили, а все так, где-то в лесу, отдельно, и смотрят, приехала, приехали полицайи на телеге, забрали мать, забрали там сестру, мальчика забрали, и увезли, в Зилу перестреляли, а эти два брата остались, вот, и они пришли к этой соседке, и стали просить, чтобы как-то они их, ну, припрятали, припрятали, да, ну, в сарае там как-то сделали лаз в сене, вот они там находились, и этот хозяин носил им там продукты, вот, а полицаи знают, что они где-то прячутся, их не нашли, когда приехали за семьей, и вот ходят, обыски делают, обыски там, и каравуляют где-то, ну, так и не нашли, а уже осень надвигается, холода, понимаете, вот хозяин говорит, слушай, вам что-то надо думать, иначе тут, говорит, и нас расстреляют, и вас расстреляют, говорит, где мы зимой тут вас спрячем, ну, и перевели их, у этого хозяина были знакомые, родственники, видрицы, они перевели этих двух евреев туда, в видрицу, а там дядюшка имел какой-то связь с одной женщиной, которую звали комсомолка, никто ее не знал, ни имя, ни фамилию, так, тайное такое. Для конспирации, да, чтобы никто не мог. И эта женщина переводила через фронт военно-пленных, переводила, ну, и взялась этих парней перевести, ну, и перевела, так они живы остались, после войны вернулись. Но вот еще одна удивительная... Это воспоминания вот этой женщины. Да, это книги, они жили рядом с ними, история еврейской общины города Зилопа. А вот еще одна книга ваша, автобиографическая, название «Корни», вот, где вот вы там, если помещаете лагарские сказки, и схему, и схему, вот, как пиво варить, но мне вот очень привлекла история, как вы, вы же, как бы попали под школьную реформу, до военной Латвии, то есть сначала вы учились по-русски, потом стали учиться по-латышски, потом пришла Советская Власть, опять стали учиться по-русски. Вы там очень интересно рассказываете, как вы делали ошибки, не знали русского языка, хотя говорили на нем. Ну, пошел я в школу, я не знал, конечно, ни одного латышского слова, потому что и отец, и мать, и в семье по-русски разговаривали, и родители учились в русских школах, вот, было очень трудно. Ну, как-то учителя проспосабливались знания латышского языка довести, вот, нужно было то, что ты делаешь, то и говорить по-латышски. Вот приходит учительница, и говорит, сердцов эйот петафолис, я должен был сказать, эс цельос, эс эйо петафолис, эс няму криту, учительница говорит, узракс ты таду варду, я пишу, эс узракс ты, эс ракс ты таду варду, узракс ты, ну, что значит это слово, переведешь по-русски скажешь, ну, по-латышски, по-русски это слово скажешь, вот, потом опять, эс леку криту, эс эйо сава вета, эс эйос, и вот, каждый ученик, и это движение, проговаривая все это, проговариваются, и все быстро запоминается, а какое ваше было первое столкновение, впечатление вот с советской властью, у вас тоже описывалось довольно любопытно, когда коровы, коровы искали, то есть вы в первый раз столкнулись с советскими пограничниками, а вот это была интересная история, ну, это уже было сороковой год, еще стояли латвийские пограничники, их не сразу сняли, они так говорят, что стояли, их никто не снимал, и никто зарплату не платил, они просто по инерции так еще служили, вот, ну, уже в конце августа, наверное, в начале сентября, был приказ, всю амуницию провести, там у нас такой был гарнизонный, гарнизон пасины поселки, и вот эти пограничные кордоны, пограничники привезли, все сдали, петлицы все сняли, вот, кого-то отправили в Сибирь, кого-то, может, расстреляли, а кого-то домой отпустили, вот, но это пограничники еще стояли латвийские, мы, три парня, я, мой брат двоюродный, Петя Сырцов и сосед, тоже Петя Тращенко, пасли коров вместе, ну, прогнали границу, наша деревня буквально граничилась с Россией, вот, и вышли на просеку пограничную, втроем, и смотрим, за канавой идут три советских пограничника, мы тут, понимаете, это как это, проставить, шапки сняли, здравствуйте, товарищи, они, здравствуйте, здравствуйте, ну, они так остановились, что вы сделаете, коров пасем, а мы думаем, ну, мы же им песню споем, понимаете, на русском языке, да, и какую песню спели, в деревне было женщины, которые там всякие пропевки пели, и вот мы поем, как Ленин умирал, Сталину проказывал, более сено не давать, сало не давать, и хлеба не показывать, ну, это ж такое, да, больно, крамульное, такие частушки сажали, мы дети не понимали, это понимаете, это политическое, этот пограничник, ну, идите сюда, к нам, мы так подошли, мы боимся своих пограничников, они говорят, эх, вы своих теперь уже не бойтесь, теперь мы пограничники, ну, и мы пришли, мне говорят, вот вы садитесь на свою сторону канавы, а они сели напротив нас на своей стороны, так что только на канаве, а каждый на своей еще республике, да, ну, чем ребят угостить, один вытаскивает пачку красная звезда, папиросы, детям они дают, да, и нам дали это, значит, папиросы, ну, чем их было солдату угостить, второй, да, раз по карманам, а у меня махорка есть, ну, махорку нам дал, вместо конфет детям махорку, третий говорит, ну, надо спички дать, ребят, понимаете, спички детям не дают, спички мне дают, а я так открываю коробочку, смотрю, да, какие ваши спички красивые, наши не такие, да, я говорю, ну, обоим Петрам дали табак, пусть им и спички будет, а у сержанта снимаю фуражку, и говорю, а вы мне подарите фуражку, он говорит, фуражку я не имею права подарить, а вот звездочку я вам подарю, и он мне шапочки проколол звездочку. Ой, у нас, к сожалению, время заканчивается, совершенно нет, Иван Сарцов сегодня у нас был в гостях. и сейчас вы работаете над книгой про продолжение истории города Зилупа, да? Да, продолжение истории города Зилупа и Зилупского края, так как вот уже в 21 веке, с 2003 года город Зилупе уже стал краем, присоединили одну волость, Залезскую, а в 2009 году еще две волости. Ну и вот тут решили, значит, историю еще края написать. Ну, книгу должны были так, в начале, на заседании Думы решили, я предложил, предложил, что я деньги собирать, клянчить ни у кого не буду, вы издавайте книгу, я напишу, а вы издадите книгу за свои деньги самоуправления. Все согласились, все, я книгу пишу, и в конце концов оказалось так, что денег нет, и мы книгу издавать не будем, ты сам ищу деньги, и издавай книгу. Ну, может быть, мы сейчас и обратимся к нашим слушателям, может быть, нас сейчас слышат те, кто может как-то помочь с изданием книги о городе Зилупе. Беретесь с нами, а мы тогда уже передадим Ивану Петровичу. Ну, и у меня маленькое объявление, в магазин «Полярис», вот в домине, в ближайшую субботу проводят встречу очередную, и, возможно, мы в следующую передачу как раз-таки встретимся с Оксаной Гринбергой, автором книги «Королева вышить, чтобы не свихнуться». Я понимаю, что такое фэнтези. Это я понимаю, судя по обложке, это фэнтези, да? Фэнтези. Ну, вот и узнаем заодно, но все, кто хочет получить автограф, общаться, пожалуйста, приходите в субботу в 16 часов в торговом центре «Домино», в магазин «Полярис». А мы говорим большое спасибо Ивану Петровичу, приехавшему к нам издалека, из Зилупе. До свидания. Спасибо, удачи вам. Спасибо, что пригласили. Приятно было поговорить.